Достаточно фигуристая по меркам художественной гимнастики. Пауза, Маргарита Мамун был жир. Был жир. Просто как он. Тяжело не опустить руки. Это самое сложное. Но это меня закалило. Фикционист, максималист. В спорте это супер, но по жизни... Мешает? Жутко. Ну, спортсменам ничего не страшно. Я знаю. На что-то горит. Чувствуешь, что-то горит. Вообще. Ты с базы не сбегала на свидание? На свидание сбегала. Ты веришь в приметы? Вообще нет. Поэтому я говорю, я работаю олимпийским чемпионом. Лучше быть слабее среди сильных, чем самым сильным среди. Чтобы было за кем тянуться. Сейчас скажут, ну конечно, гимнастки, гимнастки. Но это золотая медаль. Спасибо. Друзья мои, здравствуйте. Сегодня у меня в гостях олимпийская чемпионка не только художественной гимнастики, но и моей души. Рита Мамун. Здравствуй, моя дорогая. Здравствуй. Привет, привет. И это поцелуйчики вот нет на камеру, а мы и за кадром такие же. Вы знаете, спортсмен-спортсмен видит издалека, и тут такая солидарность. Но я сегодня хочу говорить не о спорте с тобой. Я тоже. Да, я хочу поговорить, есть ли жизнь после спорта. Я только за. Я люблю поговорить, особенно не только про спорт. Но ты знаешь условия, что мы не только говорим, мы еще и готовим. Да, вообще-то. Причем мы режем, что-то запекаем, но речь не останавливается. Но ты же умеешь совмещать все. Я попробую. На самом деле, когда я думала, что я буду готовить, я сначала подумала о ризотто с грибами и с трюфелем, но я поняла, что там надо постоянно кашеварить, соус там пригорает, здесь нужно мешать. Я поняла, что я просто не смогу говорить, поэтому сегодня максимально простое блюдо. Ну, так замариную, мы в духовочку уберем. И будем говорить. Ну что, ты начинай, а я буду тебе помогать. Командуй. Хорошо, я буду командовать. Сегодня у нас филе утки. Я обожаю утку, но у меня почему-то с детства не люблю вот этот классический, наверное, рецепт с яблоками, вот этими всеми сладкими штуками. Я в целом не люблю, когда смешиваю что-то соленое со сладким, пицца с ананасами, салат с манго. Я обожаю все эти ингредиенты по отдельности, но не люблю, когда их совмещают. Поэтому утка у нас будет в соевом соусе с горчицей. Так, соевый соус, горчица. Чувствуете этот поставленный голос? Вот просто чувствуете, спортсмен говорит. Так, давай. Хорошо, ладно, я дома не сильно-то... Я просто увидела тут эти ножи, все тут это. Дерзко, дерзко. Давай. Все, и вошла, видимо, в образ. Вот, на самом деле это не будет сильно ощутимо, то есть горчица, это так все просто, чтобы утка была мягкой. Лью. Да, можно лить. Подожди, не льется, секунду, не льется. На самом-то деле, может быть, нам прям побольше и... А, нет, все правильно. Лью, да? Все-таки лью. Да, можно лить. Смотрите, колечки оставлю. Так мы и обогащаемся. У нас гости все снимают колечки, а потом мы делаем вид, что мы не знаем, где они. Я так, что-то крупные. Но самое главное, ты не сняла колечки, смотри. Я бы не снимаю, да. Никогда не снимаешь, конечно? Нет. Так, супер. И когда мастер-классы даешь? Да, вообще никогда не снимаю. А бриллиант же можно выбить булавами? Ну нет, он в целом... Ну выбить нет. Удароустойчивый, да? Да. Его проверяю как раз. Но да, я с ним не расстаюсь. Но на самом деле я тренировалась тоже с колечком всегда. Но мне тогда родители дарили. И я помню девчонки, которые в группах были, она уже замужем, она уже замужем. Я на этой руке носила всегда. Ты то есть привлекала, да? Нет, это... Ну, не знаю. Но я уже тогда со своим мужем встречалась. Но как-то вот мне придавало большое спокойствие. То есть если я его снимала, я вот стою и трогаю, понимаю, что нету его. То есть мне нужно его. Я все правильно делаю? Все правильно, да. По правилам художественной гимнастики? Это все не по правилам художественной гимнастики. Показать, что в пятнадцатом году взяли упражнение под бьемся и отрезали мне юбку от купальника. Причем я очень сильно переживала. Правда переживала? Я очень сильно комплексовала в целом всегда. Вот на тебя посмотришь такая уверенная, сильная, а ты прям комплексовала? Очень, очень. Особенно, когда девчонки все длиннющие, попы нет, груди нет, но это для гимнастики. Расскажи, пожалуйста, как ты боролась с этим? Я худела, ну как, пыталась худеть сначала не самыми классными способами, не самыми правильными, наверное. Вот смотри, все наши подписчики, и кто сейчас, и твоя аудитория, им всем интересно именно вот эти моменты, которые мы в каждом интервью, а ты их давала миллиарды, просто проскакиваем. То есть вот этот вот, у меня аж мурашки пошли, вот эти вот вопросы, это же вот не просто так олимпийская чемпионка, это же не просто так, понимаешь, ты популярная сейчас, ну и вообще и всегда была, и твое появление в художественной гимнастике было явлением. А ты, оказывается, там что-то переживала. Вот миллионы девочек, девушек продолжают переживать из-за своих комплексов, потому что видят каких-то икон стиля, а они не соответствуют. Как побороться с этим? И это не только в спорте, я могу сказать, и девчонки страдают, и те, которых и булили в школе, и те, которые реальные красотки, но все равно в зеркале они смотрят и находят какие-то изъяны. Ну это банально, но нужно полюбить себя, принять. Хотя это, мне этого не хватало, и я смотрела на девчонок, которые как танки выходят, и от этого у них там нет ни потерь, они уверены в себе. А я там выхожу, я тут не уверена, тут мне не нравится, тут боюсь подвести, и вот не было вот этого внутреннего классного ощущения. Кто помогал тебе вылезти из этого, из этой воронки? Ой, мне повезло на самом деле и с моей семьей, и мой уже муж, и мой тренер Амин Василов Назарипова, личный тренер, она мне давала время, она мне давала, она мне помогала, находила специалистов, ждала. Специалистов это психологов? И психологов, и она меня отправляла в центр питания, в ран, туда-сюда, чтобы я, ну это был предолимпийский год, мы уже пробовали все варианты, все здоровые, правильные, нормальные варианты. Что с тобой было не так, что тебе нужно было туда отправлять? Большая попа, это красиво, можешь повернуться? Пожалуйста. Но это сейчас красиво. Ну пожалуйста, и вот, и вот, красиво, ну. Это сейчас красиво, а когда ты в купальнике, когда ты выходишь на ковер 13 на 13, ты как на ладони, да, все изъяны видны, на телевизоре ты еще в тысячу раз больше, и во-первых, это травма, это вес, это, мы же прыгаем постоянно. Мышцы были, а не жир. Был, был жир, у меня в 15 лет появился с июля, здравствуйте. Пауза, пауза, Маргарита Мамун, был жир. Был жир. Просто какой бред. Хорошо, мы сейчас обсуждаем это по мерам гимнастики, конечно. Но в 15-м году перед Олимпиадой я была, мне кажется, на пике своей весовой формы, мне было, это прям, я выходила такая большая. Сумоистка Мамун. Да, у меня были потери, я бежала вот этим мячом за площадку, это прям был ужас. Итак, подруга передала старинный рецепт итальянского соуса, говорит, невероятно вкусный. Но, кажется, я его так и не попробую. Здесь все на итальянском, а я его вообще не знаю. Кстати, чем не повод исправить? Секундочку. С помощью сервиса для поиска специалистов в профи я могу быстро подобрать себе репетитора, например, для изучения итальянского языка. Это очень удобно, потому что многие из преподавателей проводят занятия онлайн. Всего на профи зарегистрировано 600 тысяч репетиторов со всей России. Есть из кого выбрать. Можно найти как классного студента-репетитора, который преподает в свободное время, так и преподавателя из ведущих вузов. И, кстати, это касается не только репетиторов. С помощью сервиса можно найти специалистов для любой задачи. Мастеров ремонта и красоты, бухгалтеров, юристов и многих других. Нужно лишь скачать приложение по ссылке в описании, ответить на несколько простых вопросов, и профи придут к вам на помощь. О чем думает гимнастка? Это сложно. Момент потери. Это очень сложно. Ты такой, ты как будто бы, так вот, у тебя щелк такой, и ты просыпаешься. Такой, в смысле? Как это произошло? Что это было? Аптитр меня было много. Слава богу, не на Олимпийских играх, не на финале Олимпийских игр. Но это сложно, это сложно потом смотреть всем в глаза, и вот это вот... Чувство вины. И вины, и когда тебя вроде бы, да, пытаются все жили, чувство жалости. И тяжело не опустить руки, это самое сложное. Но это меня закалило. То есть, когда я готовилась к Олимпийским играм, я знала, что такого повторения я больше не хочу. Я знала, как это больно. Поэтому это мне помогло. Хорошо. Вот, вес. Вес и вот утка. Правильное питание. Для меня нужно было частое правильное питание, на самом-то деле. Простое, обычное, правильное питание. Это что? Что у тебя в рационе? Сейчас абсолютно все продукты, овощи, фрукты. Которые мы сейчас видим, да? Да, авокадо, там, орехи. Рыбу любим запекать. Так, вилочка есть? Вилочка есть вот перед тобой. А, все. И ты готовишь сама дома, да? Я готовлю сама. У меня сын, конечно, очень привередливый. Он не любит ни курицу, ни мяса. Сколько ему сейчас уже? Ему два с половиной. Ну, конечно, уже мужичок растет. Мужичок. Лев. Лев Александрович. Левенок. Левенок наш. И мне, конечно, сложно всем угодить, потому что у мужа аллергия на морепродукты. Леву ест только методом проб и ошибок. Поняли, что он ест красную рыбу запеченную, там, лосось, семгу, неважно. Ну, как маленький аристократный. Рыбу и салат. Офигеть, вообще. Это очень странно. То есть он не любит ни котлетки, он не любит пюрешку. Ничего детского он не ест. Поэтому в этом плане, конечно, сложновато. Хорошо, что, какие наши сейчас действия? Наши действия сейчас таковы, что мы это все перемешиваем, солим. Солим? То есть добавляем слегка. Солим вот столько? Можно еще, чтобы побольше, да? Да, 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 чтобы она впитала. Так, перец, да? Перец совсем немножечко. Совсем немножко. Да. Совсем немножечко. Куркума есть вот почему-то. 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 Мои бенгальские корни решили, что. Да? Должна быть. Нет. Не будет? Не будет? Нет, не будем. Соего соуса будет достаточно. Она у нас просто для украшения сегодня. Она красивая. Она красивая, да. Так, что дальше я делаю? Мы берем противень. Да, берем. Вот это? Нормально будет маленькую такую? Да, тепленькая, хорошенькая. Хорошо. Маслица, да? Да. Ребят, ну все по стандарту, все как у всех. Да, я же говорю, у нас сегодня простой блюдо, что я могу разговаривать. Так интересно, да, что ты ешь. Вот это блюдо, то есть раз в недельку появляется на вашем столе? Ну, может быть, чуть реже, но я люблю его готовить, потому что да, оно очень быстрое. Когда ты в духовку кладешь, то все, забываешь об этом. Мы сейчас какое-то время. И не обязательно отдирать кожицу, я потом ее уже снимаю, но в кожице верхняя она становится более сочнее. Мы как-то режем, мы что-то делаем? Нет, мы не режем. Мы не режем. Прямо вот в филе-филе, чтобы оно было сочно. В филе-филе, а вот сюда макаем? Так, мы сейчас это кладем, просто вот сюда, предварительно помыв. Как она красиво все делает. Я стараюсь, мне кажется. Я даже не буду вмешиваться в этот процесс, потому что вот это действительно эстетика, да? Если горчица не до конца растворилась, можно кипятка добавить, но в целом... По-моему, все хорошо. Все отлично. Но ты максималист, я прям вижу. Перфекционист, максималист. В спорте это супер, но по жизни... Мешает? Жутко. Прям раздражает. Не можешь выключиться, да? Да, периодически, да. Но у меня есть муж, который... Пофигист. Ну, он такой, не пофигист, он... Но он же тоже спортсмен. Да, он тоже спортсмен. Слушай, но я вот реально была уверена, что спортсмен со спортсменом жить вместе не могут. Ну, правда. Серьезно? Ну, да. Мне кажется, мы такие спокойные, хоть и упертые. У меня Саша иногда смеется на Леву. Ну, он чемпион, ты чемпионка, понимаешь? Да, да. Ну, иногда есть упорство такое, и Лева характер проявляет просто... Лева пойдет в спорт? Я думаю, что да. Какой? Ну, плавать он будет точно так для развития. Ну, это естественно. А там посмотрим. Хотя мне иногда хочется, чтобы он просто учиться пошел, и все. Бизнесменом стал неожиданно. Ну, может быть, потому что, когда проходишь весь этот путь, хочешь как-то ребенка своего оградить, сберечь как-то, хотя понимаешь, что невозможно. Мы говорим про большой спорт. Да, да. Физические упражнения-то должны быть в любом случае. Да, конечно. Про большой спорт, про весь этот сложный путь. Но, с другой стороны, это такая жизненная школа, что я не желаю. Ну, спортсменам ничего не страшно. Да. Я знаю, это как пройти просто, ну... Это какие-то две параллельные реальности, мне кажется. Да. Спорт, это закалка... Бывших спортсменов не бывает. Не бывает, это так. Ну, вот, поэтому спортсмен, спортсмены понимают. А вы занимались подсчетом медали, типа, нет, у меня больше нет? Нет, нет. Нет. Он для меня... Я говорю, что он для меня олимпийский чемпион, а это так и есть. Мы ждем книгу, когда Майкл Феллпс выпустят, там, со своими опровержениями, как они любят делать, как Майк Тайсон, там. Да, да, да. Вот. Где-нибудь через 10 лет. Ну, возможно, да. Да, да, потому что у Саши было второе время после как раз Майкла Феллпса в Пекине, и, ну, для меня... Второе время — это второе место? Да, 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 да. Ты говоришь прям уже как судья. Так, ну что? Мы обваляли, чтобы со всех сторон она пропиталась, посолили, все поперчили, все в целом мы можем... Блюдо готово, мы закончили. Дождите, сейчас я открою. Вот, давай. Отлично. Быстренько туда. Сверху, снизу, да, жар? Сверху, снизу, и потом на последние 15 минут можно, если есть функция термогриля, чтобы обдув был такой, чтобы была корочка, можно поставить. Попробуем. Да. Не самое, конечно, диетическое блюдо, но... Так. Ребята, у нас 2 минуты до начала съемок. Все готовы? Да, еще минутку. Домашку у сына заканчиваю проверять. Ох, понимаю, подходит к концу первоосенний месяц, и родители вместе со своими детьми перешли на школьный режим. И у каждой семьи есть свои особенные лайфхаки, как сделать этот переход максимально легко. Итак, лично мой в том, что на все кружки и дополнительные занятия к репетиторам я записываю детей как можно раньше. Так я успеваю выбрать самых лучших преподавателей. А выбираю я в Тетрике. Это сервис онлайн-занятий с репетиторами по любым школьным предметам. Так я могу найти преподавателей, которые помогут моим детям добиться поставленных целей, например, улучшить оценки или подготовиться к экзамену. В Тетрике исключительно квалифицированные и опытные репетиторы, благодаря которым у родителей становится меньше переживаний за учебу ребенка. А еще первое занятие в школе всегда бесплатное. На нем преподаватель протестирует уровень знаний и составит учебную программу, благодаря которой ребенок в кратчайшие сроки добьется высоких результатов. Для меня, как и для многих родителей, самое главное в образовании – это качество. И с Тетрикой я в нем абсолютно уверена. Пока мои дети занимаются с профессиональным преподавателем, я могу спокойно работать, не отвлекаясь и не переживая за уроки детей. А тебе советую попробовать найти нужного преподавателя. Вот видишь, оценки сына за домашку улучшатся. Мы можем начинать работать? А, забыла. К тому же, с промокодом ЛИСАН можно получить два урока в подарок при первой покупке пакета от 10 уроков. Забирайте. Ну что, мы можем начинать. Ты кофе не пьешь или пьешь? Я... Иногда, да? Иногда, да. Можешь угощаться, вот я и для тебя сделала. Это единственное, что я приготовила сегодня сама. Кофе для тебя. Благодарю. Давай. Кофе чокается? Как уже мамочка с мамочкой. Да. Вот так вот бодрит. Итак, жизнь после спорта. Спорт мы немножко обсудили. По поводу диет так вскользь прошли. Стереотипы. Все-таки хочется поглубже туда нырнуть. Есть же такой стереотип, что спортсмены в основном идут на тренерскую работу, и что-то новое им тяжело начинать и так далее. Я с этим в свое время столкнулась. Все равно нас как-то не очень воспринимали на других площадках. И приходилось как бы эти стереотипы все рушить. Вот с чем сталкивалась конкретно ты? Какой вид стереотипов застал тебя? Не знаю. На самом деле меня до сих пор спрашивают, тренирую я или нет. Хотя 6 лет уже прошло, и вроде как-то я не особо афиширую, что я там тренирую, хотя я и не тренирую. Даешь мастер-классы, правильно? Я даю мастер-классы, но это совсем не тренерская работа. Ты не хочешь тренерскую? Нет. Меня, конечно, Ирина Александровна звала в Новогорск, как только я закончила. И я ее искренне понимаю. Она не хочет бросать, отдавать, выпускать все труды своих работ. Хочется, чтобы все свои были рядом. Это нормально. Конечно, да-да-да. Но поэтому, да, я понимаю, что у меня бы получилось бы. Я терпеливая достаточно. И я пробовала, кстати. Но для одного проекта с Олимпийским международным каналом я неделю целую тренировала. И каждый день после тренировочного дня ложилась просто в одежде, на кровати засыпала. Энергозатратно очень, да? Очень энергозатратно. И еще ты такой юношеский максимализм. Вот вы прямо сейчас все сделаете, прямо сейчас все возьмете и сделаете. Я все показывала, бегала, прыгала. Но я понимаю, что всю жизнь этому посвятив, мне хочется попробовать что-то новое. Мне было интересно все после спорта. Мы делали с мужем ремонт, мы готовились к свадьбе. Подожди, ремонт вы делали сами? Сами мы делали. Вот буквально. Нет, не прямо красили. Хотя я обожаю рисовать. И в принципе мне нравится красить. Но в плане занимались ремонтом и материнство, и семья. И в общем я поняла, что пока что тренерство это не мое. Тем более наш вид спорта предполагает проведение, наверное, всего времени. Жизни. Да, да, да. Я не готова. Ты не готова. Да и муж тебя, мне кажется, не отпустит. Ну да. А ты строгий тренер? Достаточно да. Строгий? Но не такой, как Ирина Александровна. Не настолько. Я строгая, да. Я, наверное, больше даже серьезная. Но люблю посмеяться, и даже на мастер-классах дети все время. Ну мы любим так тоже. А какой твой любимый возраст? Вот именно гимнастка для меня. Я бы могла тренировать гимнастку, если бы ей было. Ой, все классные. Конечно, интереснее со взрослыми. С дусятками сложно. С ними сложнее всего. Это хочется их тискать, любить, и все. Они тоже хотят тискаться, естественно, они хотят играть. И это какой-то формат детского садика с растяжкой совмещается. Интереснее даже мастер-классы давать девчонкам повзрослее. Вот. 12-13? 12-13, ну в зависимости от уровня. Да, ну 12-13, наверное, да. И до 15 где-то. Там начинаются уже все взрослые переходные проблемы. Все это не хочу, хочу. И все это, да. Я не могу не затронуть эту тему. Вот. Сама понимаешь, что сейчас происходит со спортом. Вот. Мы все понимаем, что ты думаешь, что я думаю, что все это нечестно и неправильно, и все такое. Что бы ты порекомендовала сегодняшним спортсменам? Вот им тяжело. Представляешь, они всю жизнь работали, и как бы вот сейчас поменялись обстоятельства, им надо как-то переориентироваться? Это очень сложно. Я не представляю, каково им сейчас. Потому что сами, когда мы готовились, у нас тоже, мы были на грани отстранения. Это большой стресс. И вот мы были на соревнованиях по водным видам спорта сейчас с мужем. И нас вот спрашивают, вот, что бы вы могли бы им посоветовать, какая их мотивация. Я говорю, ребят, вы их позовите сюда лучше, и пускай они скажут. Потому что я, честно, не знаю. Я бы на их месте сразу бы закончила. Потому что ты не видишь никакого дальнейшего просвета, и не понимаешь, для чего ты этим занимаешься. И ребята приходили и говорили, что они кайфуют от процесса, им они влюблены в свое дело. Фанаты своего дела, да. И я ими восхищаюсь, потому что они продолжают подавать пример молодому поколению. Потому что если все сейчас они закончат, то, конечно, мы потеряем спорт на долгие-долгие годы. А наш спорт, он самый сильный в мире. Да, это так. И как бы нас ни душили, все такое, это нельзя бросать, конечно. Итак, помидор уже очень давно томится. Очень-очень хочет. Так, а ты можешь резать и говорить? Я попробую. Это как рулить, я все смеюсь. Я когда одна вожу машину, все, я кайф, я ее чувствую, я прям супер езжу. Садится рядом муж, и ты забываешь вообще, где все. Где вправо-влево? Где вправо-лево. Ты забываешь все. У меня подруга один раз тоже, она думала, едет вперед, у нее задняя передача. Тоже ты начинаешь, то ли тебе кружит голову от любви, то ли что. Ты настолько размекаешь. Я в целом и дома так. Серьезно? Саша смеется надо мной, говорит, как ты выиграла Олимпийские игры. Я постоянно бьюсь об косяки, я постоянно обо все обжигаюсь, как бы вот. Подожди, а он был в зале? Вот. Расскажи, он был в зале, вот та самая Олимпиада? Ты знала? Да, он был, конечно. И вот как тебе было? Ты как переживала или что с тобой было? Можно я твою трапку обью? Да, тут вот новые есть. Я люблю старые. Я мне придала огромную поддержку. Я прям была настолько спокойна, как никогда. А давай резать и говорить. Ты была спокойна. Я была спокойна. Блин, это сложно. Давай, давай. Я была спокойна, как никогда. У нас вроде очень сложный координационный вид спорта. Потому что ты, я это, но он молчаливый просто, эмоции нужно выражать. Он специально после своих соревнований, после своих заплывов, просто на Олимпиаде плавания в самом начале почти, что, ну и до середины идет. Вдошная гимнастика прям в самые последние два дня. И он попросил, чтобы возможности остаться там. И он был везде со мной. Он меня провожал в столовую, забирал, провожал на все тренировки. И он меня сажал в автобус, прям перед финалами. Потом поднимался на трибуны. И про меня же снимали. Какой молодец, умничка. Да, это невероятно. И про меня снимали документальный фильм за два года до Олимпийских игр. И у меня остались кадры, как они подпольно снимают. На Олимпийских играх нельзя снимать без лицензии. Они подпольно снимали, как вот он ходит туда-сюда. Как он кусает ногти, трясется. Он вообще, он звонит. Я никогда его таким не видела. Я не представляю вообще, если честно. Это тяжелее на самом-то деле. Это тяжелее. Выступать самому. Это его девочка выступает. Ты представляешь? Когда я за него болела, я не была в зале, но я смотрела по телевизору. Было очень сложно. То есть, когда ты сам выступаешь, ты вроде контролируешь весь процесс. Ты знаешь, что ты тут спокойно. Тело свое чувствуешь. И тренер, и твой муж там на трибунах не знают, что тебя... Знаешь, как ты сейчас смотришь с этим ножом? Просто великолепно. Не знают, что тебя ожидать. В общем, да, это очень круто. Была постспортивная депрессия? На самом-то деле у меня нет. У мужа да. У меня нет, потому что я как раз-таки одна из немногих спортсменов, кто подписал контракт с агентством со спортивным. Еще до Олимпийских игр. Да. Которые меня после так вот взяли. И везде, везде... Ты не скучала? Так я помню, у меня был сложный период в моей жизни. Я хотела все, засесть дома, никуда не ходить. Я помню, мы тогда с тобой увиделись. Я помню, ты меня поддерживала, дала свой номер, звони, если что. Просто у меня было и самое великое счастье на тот момент, и самое ужасное горе. И для меня они... Но мы все ожидали твоего возвращения. У-у-у, нет. Я Амин Василовна сказала еще до Олимпийских игр, что нет. Прям нет. Неважно, как закончится. Но выиграв, да, Амин Василовна надеялась, что я на вот этих вот прекрасных парах счастья с медалью, в общем, продолжу. Но травма, спина, и из-за того, что папа ушел, и мне было... Все, я не была прежней. Мне поэтому... Я хотела вообще закрыться в себе, но, с другой стороны, у меня осталась мама, мой брат, и я не могла этого сделать просто. И, в общем, да. И у меня жизнь так закрутилась, что там не оставалось времени, мне кажется, грустить. И с мужем потяжелее было, но было легче, что мы вместе закончили. Мы были друг у друга вдвоем, поэтому... Да, в первую очередь друзья, так понимаю, да? Да, да. У нас что-то горит. Царо и близкие. Чувствуешь, что-то горит. Вообще. Прозабыли. Можешь посмотреть? Аккуратно, не ошпарь ручки. Так. Ты уже сказала мне это, что ты любишь. Все, сгорело? Да? А на какую мы поставили? Можешь открыть, и пусть оно оттуда все, потому что мы сейчас ошпаримся. Пусть она это... И уходи оттуда. Уходи оттуда. Ребята, я считаю, что вы должны заснять. Что-то там получилось. Может, еще не все потеряно. Но пахнет прям вообще... Но мы сейчас красиво это подадим. Хорошо, мы разрежем все это. У нас была тренировка, у нас не очень получилось. Заснимите, пожалуйста. Мы пока помолчим. Просто это надо видеть, реально. Мы изрезали все помидоры, хотя нужно было, наверное, только два. Но ничего. А я люблю помидоры. Но мне их нельзя. Я тут сдала анализ крови. Серьезно? Да. И мне помидоры вообще в красной позиции. У тебя есть такие продукты? Нет. Я, кстати, не сдавала, но они достаточно аллергичные, аллергены. А у меня после спорта, как раз когда все было перестройка всего, я обожаю, вот, к примеру, черешню, вишню, все косточковые. И я могу то много съесть, хоть целый килограмм, а могу пару вишенок, и у меня вздуется глаз. Да ладно? Просто от аллергии, потому что вот, не знаю, или вот на солнце. У меня вот было из-за повышенных нагрузок, до конца мы тоже еще не могли разобраться. Но, кстати, это был мой от Хорватии, от наших сборов в Хорватии, это была моя отмазка. Знаешь, за что тебя любят? За то, что ты не пытаешься быть идеальной. Да. Да. Вот мы тебя все за это любим, что ты так легко и ненавязчиво можешь рассказывать о каких-то своих хулиганских моментах в жизни. О, таких было очень много, хотя я не бунтарь абсолютно. Ты с базы не сбегала на свидание? А, на свидание сбегала. Значит, я не одна такая. В клубы нет, но на свидание святое. В клубы нет. Я вообще ненавижу ночные клубы. А ты любишь ночные клубы? Нет, нет. Я вот один раз была. Мы натанцевались уже, ребят. Да, я была один раз, и то я пошла перед своим выходным. Ее, как будто маленькая бабушка была. То есть я в воскресенье просто, я не могла встать с кровати, мне было плохо, я не понимала, как девчонки могли после клуба еще на тренировку на следующий день прийти, я просто не понимала. А на свидание, да, к Сашке бегала. Бегала? Да, недавно приезжали мимо Новогорска, я такая расстроилась, говорю, блин, забор поменяли, нету этой расширенности. А ты знаешь, кто ее сделал? Наше поколение. Вот, я предполагала. Наше поколение первопроходцев. Вот, кого надо благодарить за мое замужество. Серьезно? Я не буду говорить имя, фамилию этого борца, потому что ему могут сделать втык, но это было смешно. Я к нему прихожу и говорю, пожалуйста, помоги нам. Он говорит, с чем? Я говорю, надо сделать дырку. Он пошел, говорит, вот здесь делаем. Я говорю, здесь делаем. Он вот так, голова влазит, да, все, это у нас. Все, все. Вот, да. Вот это вот помнишь? Да-да-да, все, значит, оно не зря было. Поменяли забор. Да. Новому поколению будет непросто. Он теперь узкий, очень-очень твердый, и теперь его никак. Я помню, что когда была пандемия, у меня видео даже есть, Амин Василовна была на базе, с Ариной Борисовной Зиновкой, это мои тренеры, моя команда, они были на базе, и я им через колючую проволоку передавала вещи. И очень сильно... Как мило. Это было мило, но я немножечко позлорастовала. Говорю, теперь вы на нашем месте снова. И потом она мне отправляет видео, как их охранники, их очень сильно поругали, потому что пандемия, там все же проверялось, нельзя было. И как Саша мой, там как баскетболист через эту, я там на быстрой, на перемотке там подношу эти вещички. Влетело сильно? Нет, мне нет. Амин Василовне не знаю, я думаю, что они договорились. Поехали. Что за салат сейчас будет? Помидоры с руколой или наоборот? Подушка из руколы. Сверху подушка. Я как шеф-повар. Подушка из руколы. Я ассистент. Давай. Ивля сейчас меня убьет. Кстати, у нас очень был классный выпуск с ним. Ты смотрела? Я видела, что он был, я не смотрела. Но у него утка точно не сгорела бы. Так, я надеюсь. Но было горячо, да. Мы раскладываем. Утку мы сюда же положим? Вы тоже горелую? Или отдельно? Давай попробуем, рискнем. Мы же с тобой, ну как бы, вот так надо, да? Да, да, да. Можно прям сверху, чтобы можно было брать вместе с руколой. И утку же, наверное, порезать надо? Да, утку мы порежем. Обязательно. Это тоже достаточно простой салат, который мы почти что, ну, каждый день едим. То с буратой, то без. Но руколы, помидоры, томаты, огурцы. Ну что, я несу? Да, пожалуйста. Давай. Ребят, она молодец. Все хорошо. Да мы, значит, посуду неправильно выбрали. Не знаю, может, керамическая была? У нас керамическая. Не лезь сюда. Сейчас я сделаю. Хорошо. Грязная работа, это вот я люблю давать. Это постоянно. Я постоянно также, я помню, к вам, по-моему, Аня Седокова приходила, я видела, что она говорила, что на девятке все время все готовит. Да. Вот я также. И у меня муж постоянно подходит и говорит, что... И постоянно уменьшает. Я прихожу, кто уменьшил? Опять на девятку. У меня опять все бурлит, вываливается. Но... Скажи, пожалуйста, ты мама? Да. Ну, во-первых, это чудом у тебя все. Поздравляем. Спасибо. И скажи мне, второй, третий ожидается? Планируется? Планируется, пока не ожидается. Хотелось бы, но... Чуть-чуть попозже, наверное. Чуть-чуть попозже, да, да. Я не знаю, какая идеальная разница. Какая ты мама? Расскажи. Я не идеальна. Мама, ты с йогой, а мам? Мама, не угай меня. Не угай? Угай меня, мама. А я просто говорю ему, не делать. Не надо, пожалуйста, прыгать с барной стойки вниз. С барной... С кухонной этой вниз. Не надо. Не угай меня. Ну, ты все сама-сама или няни, помощники как-то? А у нас бабушки, и моя мама, и мужа мама, они в Москве рядом с нами живут, поэтому помогают они. Няни у меня не было, и я как-то морально не могла довериться. Но сейчас он уже ходит в садик, поэтому у меня есть время. Режем утку? Да. Режем и говорим. Режем и говорим. Итак, сейчас будут такие блиц-вопросы. Самое любимое место на земле. Ай, горячо как. Горячо, горячо. Самое любимое место на земле. Да. Но это, наверное, все равно с близкими, где бы то ни было. С близкими? Да, как это банально бы не звучало, но... Любимое время года? Конец лета, осень, наверное. Ну и весна. Все, кроме осени. Нет, осень у меня день рождения. Люблю из-за этого, да? Наверное, когда оно все тает начинает. Ты начинаешь уже совсем. Вот теперь, да. Да. Март, апрель. Любимый цвет? Один. Кажу, что она не умеет участвовать в Блиц-опросах. У меня такого нет. Но самый любимый цвет? Ну, черный пускай будет. Черный. Черный, белый, красный. Я по классике. Вишневый. Такой темно-темно-темно, прям на грани с черным. Любимое мужское имя? Сашка. Естественно. Это мы так выбирали имя сына. Я говорю, Саш, тебе какое нравится? Как назовем? Я говорю, какое женское нравится? Он, ну, Рита. Я говорю, прекрасно, а мне Саша. Вот и решили. То есть девушка будет Рита? Да нет, это... Вот просто он, видимо, меня не хотел обидеть или же. Просто я не знаю. Но хотя мне нравится Саша, и мы Леву хотели назвать Сашей, потому что на УЗИ, на всех фотографиях он был вылитым моим мужем. Просто вылитым. Так, а Лева почему тогда? Ну, он родился просто, он когда родился, и нам... Сюда? Можем кидать. Серьезно? Импровизируем. Сюда? Или, может быть... Поэтому спрашиваем. Пускай будет. Пускай будет. Да, у нас будет, у нас импровизация здесь, поэтому пускай будет. У нас импровизация, все. Да. Нам привезли его в роддом, и такие, держите Леву, Леву Сашу. Мы когда не решили еще, как его будет звать, и в итоге мы посмотрели на него, но он был вообще не Сан Санычем, это сто процентов. Хотя я не знаю, как Сан Саныч ребенок должен выглядеть. Ну, как-то не так, видимо. Как-то не так, как он. Вот, и все-таки назвали Леву, и он действительно Лева. Причем он голубоглазый блондин, мы не ожидали такого, потому что мы с мужем оба кареглазые брюнеты. Ну, кто там в роду у вас есть? Ну, моя мама зеленоглазая, мои все бабушки и дедушки голубоглазые, у Саши сестра и папа голубоглазые, то есть много кого. Но, когда мы думали об имени, мой брат такой говорит, какой же он Лев, он же будет смуглый, он же будет такой весь черненький, какой же он Лев. И просто, как по заказу, рождается голубоглазый беленький-беленький блондин. И вот, в общем, никто не верит, что он наш сын. Ты веришь в приметы? Вообще нет. Есть же стереотип, спортсмены все замороченные. Нет, нет, нет. Когда я только-только была в сборную, конечно, я там все, с этой ноги встать, там хайти. С какой ноги? Нет, с правой надо встать, с левой, вы что? То же самое надо, я вчера хорошо выступила, значит, сегодня надо сделать то же самое. А было так? Начинаешь думать. Ирина Александровна, я не с той ноги встала, можно сегодня тренировать? Нет, конечно. Но нет, потом я поняла, что это все, ну, для меня, для меня это не работает. Просто нужно, нужно и важно внутреннее спокойствие. Внутренняя опора, да? Да, если начинаешь искать, нервничать, кошка дорогу перебежала, все, ты сам себе накрутишь, что день будет плохим, выступишь, ты плохо, и все, в общем, все в нашей голове. Нет, я не верю. В судьбу веришь? В судьбу? Думаю, да. Да. Обращалась с каким-то астрологом, может быть? Астрологом нет. Нет? Кстати, нет. Учесть, что удивительно, да, что Ирина Александровна у нас настолько любит, да, у нас постоянно разные люди, там, космосы, энергии и все. Экстра возможностей, да? Да, но у меня такого нет, кстати. То есть ты сразу приходила и говорила, так, я вам не верю, но я тут посижу. Нет, 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 когда именно тренировалась, конечно, все способы были хороши, мы делали вообще все, все ритуалы, все, что можно, ну, чтобы помогло. Вот, а сейчас, конечно, я верю больше в науку. В науку? Да. Такой странный сейчас вопрос будет после науки. Любимый актер? Серьезно? Серьезно. Только вчера я говорила, что мой муж чем-то похож на Кристиана Бэйла. Я люблю этого актера, да. Актриса? Анжелина Джоли. Все-таки? Все-таки, да. Все-таки нравится. Да, да. Любимый фильм, который можешь пересматривать? Таких много, на самом деле, один плюс один, наверное, который быстро пришел мне в голову. Это значит то самое, да? Да, наверное, хотя не все его понимают, но я обожаю его. Мне тоже он очень понравился. А сериалы? Сериалы? Недавно посмотрела сериал «В лучшем мире». Там играет Кристиан Бэйл, Кристиан, не тот Кристиан Бэйл, а Кристина Аннабель Бэйл, тоже, кстати, такая же фамилия. Очень интересный про жизнь после смерти, но он в таком интересном, в таком состоянии, светлом ключе, в таком комичном, в таком необычном. То есть ты смотришь на это вообще по-другому. Надо посмотреть, я не смотрела. Что мы делаем дальше? Бурат, так как мы проимпровизировали, у нас тут еще для съемочной группы еще много всего. На всех, Вадь, смотри, вот, ребятки, мы позаботились о вас, подушечка вот так, конечно, все впрок. Ты, кстати, все домой тащишь? Да, бывает, да, да. Хотя иногда забываю просто потому, что хочу поскорее приехать домой с какой-нибудь съемки, еще что-то. И те, кто со мной там работает, команда там, «Вита, возьмите сына, возьмите это, возьмите это». Ну, вот иногда действительно забываю просто потому, что я уже мчусь, уже в мыслях я уже дома. Итак, мне интересно теперь настоящее. Я вот подрежу, ладно, вот это все? Да, да, да. Чем ты сейчас занимаешься, кроме, естественно, материнства и каких-то мастер-классов? Ух, на самом деле в прошлом году я попробовала себя в роли телеведущей. Прекрасно. Поняла, что мне пока что интересны более точечные проекты. Я не готова ходить каждый день с утра на работу, вести какие-то эфиры. Это пока что мне, видимо, осталось с Новогорска. Свободы хочется. Да, да, мне прям хочется определенной свободы, когда захотела, когда, ну, то есть, не когда прям захотела, но когда есть какие-то определенные проекты. Вот. Пуловые, да? Да. И, получается, я съездила с Первым каналом на Олимпийские игры в Токио, где я комментировала самый сложный эфир, вообще, мне кажется, за всю историю художественной гимнастики. Это было мое первое комментирование, и оно выпало. Да. Вот такая доля, когда случилась такая драма. Сложно было тебе? Было сложно. Сложно было на мат не сойти? Было сложно. Ну, я в жизни мало материшься, конечно, но тогда мне было сложно. Я помню, мне мама писала, Рита, перестань быть такой эмоциональной, поспокойней, поспокойней. Так это же классно. Да, и я тоже, ну, то есть, она звонила даже моему мужу, скажи ей, чтобы она успокоилась, это слишком эмоционально, нельзя так говорить, нельзя так, так, так. А я, ну, я говорю, мама, я-то еще себя сдерживала вроде бы, я помню, там, снимаю наушники, там, Пашу Занозину, моему соведущему, говорю, мне можно крикнуть? Потому что тогда не было ни зрителей, никого, у нас не было флага, и ты думаешь, ну, ты боишься просто лишний раз встать из-за трибуны, чтобы за тебя, чтобы никаких санкций не наложили лишний раз, там, чтобы не крикнуть это. А мне так хотелось поддержать девчонок, что было, да, сложно, но девчонкам Ирине Александровне было еще сложнее. Вот, а потом я поехала на уже зимние Олимпийские игры в Пекин, и там я была в студии как раз с Алиной Загитовой, и мы, удивительно, что фигурное катание, но я его не комментировала. Я там была Олимпийской чемпионкой, и вот меня когда спрашивают, и я работала. Приглашена звездой, да? Да, да, просто зная опыт Олимпийский, как все устроено внутри, как готовятся, как вот, что они сейчас делают, что они будут, вот. Похож на наш вид спорта? Очень похож, очень, и я даже начала разбираться, конечно, я прыжки там не отличала, но в целом я разбиралась, там, я говорю, вот у него лезвие на коньках, я там с самого прыжки. Ну, это же невероятно, вот как они это все делают. Да, 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 вот это очень круто, и тем более я занималась фигурным катанием, наверное, месяц до того, как пришла в художественную гимнастику. Серьезно? Да, просто я пришла летом, я позанималась месяц, и мне сказали, что мы сейчас уходим на каникулы, у девчонки хорошо получается, может быть, попробуйте в гимнастику или еще куда-нибудь, и вот так получилось, что... Упустили ребята, а мы приобрели их. Да, да. Что в твоем плейлисте? Что в моем плейлисте? Можешь прям показать? Пожалуйста. Да? Ну, хотя плейлист — это такое личное, знаете ли, с нами сейчас лично будут делиться, ура. Так, что в моем плейлисте? Ну, у меня в основном зарубежное, у меня есть Баста из российских, Басту я обожаю, но моя любовь — это The Weekend, к сожалению, да. Сладкоголосый, а что ж ты сожалеешь-то? Ну, потому что к нам он прекрасен, но он не наш исполнитель, концерты его мы здесь не увидим в ближайшее время, но я надеюсь попасть. Я прям обожаю музыку. То есть ты сейчас работаешь фактически на фрилансе, курируя разные спортивные мероприятия, комментируешь. Да, это так, да. Мы только с Сашей недавно смеялись, а краска MediClub был, где Гарик Харламов и Дэми Скорибидис, они как раз-таки там видео называется, когда меня спрашивают, чем я занимаюсь, он такой, то тут, то там, туда-сюда, то вверх, то вниз, как бы, вот, и вот каждый раз. Поэтому я говорю, я работаю олимпийской чемпионкой. Это прекрасная работа, ты знаешь, тебя... Но я это воспринимаю как посол. Да. Вот как есть, посол он, так же и здесь в целом. Можно заглянуть, пожалуйста, какая последняя фотка была, ну, если это можно показывать? Я сама не знаю, если честно. Обожаю эту рубрику. Нет, не выискивают, самая последняя фотка, что? Ну, это я отправляла мужу, какая я красивая просто. Ну, вот, ребята, по-моему, по-моему, да. Финальный результат. Финальный результат. Ты специально покупала для нас платье? Да. Ой, какой подход. Ну, я люблю, я люблю, я люблю найти повод. Да. Ты шипоголик, скажи мне. Да, я люблю найти повод, вот, поэтому, да. Сколько можешь вот так, не глядя, потратить на прекрасные наряды? Немного, могу сказать. И тебя очень скидки. Ну, да. То есть, скидки тебя заманят, да? Ну, это всегда приятно. Нет, скидки, вот так вот просто, что из-за того, что скидка, и я туда пойду, нет. Если я что-то конкретное хочу, а там еще и скидка, то это вообще прекрасно приятно. Вот, но я себя сдерживаю. То есть, я помню в сборной уже, когда начинала получать соревнования, с призовых. Твоя первая покупка, вспомни. Я первую покупку сделала, вот такую брендовую, чтобы вот сумку, сумку я купила уже после Олимпийских игр, где-то через полгода только себе позволила. Почему-то, да. То есть, я, видимо, откладывала там на квартиру, еще на что-то, я купила квартиру, получается, лет в 17. Рубрика «Лисан и деньги» начинает свою работу. Итак, первая твоя денежка, которую ты заработала сама. В 15 лет. В 15 лет. Какая сумма? Я получила от главного там нашего пресс-этажа сборной карточку, вот так вот. Я помню этот момент, зелененькая карточка, вот, Рита, теперь ты будешь получать, сколько-то у меня было, то ли 11, то ли 15 тысяч рублей, но для меня это было вообще просто, ну, в 15 лет. Попал там, как на какой-то полставки, вот, в сборную, там, Москвы, куда-то еще. Вот. С этого началось все. Твой первый большой гонорар, какая была сумма? Деньги легальные, платились налоги, поэтому мы можем озвучивать эти. Я не помню точно, но за первые, вот, когда были чемпионаты Европы и мира, только тогда уже, это год 2013, мне было 17 лет. Ну, я не знаю, сколько там было. На что потратила? Вообще-то нужно было еще поделиться со всей командой, с личным тренером, там еще хореограф-массажист, хореограф-постановщик, у нас команда огромная. Какая процентная ставка деления? С тренером пополам. С тренером пополам. Да, 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 а там уже мы решали, кому вот сколько вместе с ней, вот, поэтому так, а вот так, чтобы, я до сих пор, мне кажется, я вот, чтобы купить какую-то сумку себе позволить, не думаю, что ты так работаешь, там это, и тут вот, там, и туда съездила, и сюда, ну вот, ну, зайди, пожалуйста, ну вот купи. Нет, я тебе не верю. Ну, ты не шопоголик, шопоголик я, могу спустить все. Нет, 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 я ответственный человек. А у тебя здравый смысл не покинул, понимаешь, а я, заходя и видя все эти красивые наряды. Просто держите меня семеро, правда, и я уже лечусь. Нет, вот так, чтобы спустить все, я не могу, я девчонка серьезная с самого детства была, нет, вообще нет, вот не могу себе позволить это. Но это тоже так же мешает, как и перфекционизм, то есть, действительно, когда ты хочешь, когда ты уже себе разрешил, иногда приходишь в магазин, все, я разрешаю себе что-нибудь купить, а ничего нет, думаешь, блин, ты себе разрешил наконец-то что-то нормальное, то, что хотел, там, это, а вот его нет в магазине. В соцсетях ты достаточно, ну, как, в меру закрытый все-таки человек. Да, да, почему? Не любишь, когда вторгаются в твое пространство? Да, наверное, так, я все равно по натуре своей интроверт, и я смею, что я оптимистичный пессимист, вот, не люблю, действительно, прям, даже когда съемки, там, какие-то интервью предлагают дома у нас, никогда не пускаю, то есть, вот, очень люблю вот это охранять, вот, в свое, в свое, вот, как-то, да. Ну, я, кстати, никогда, мне кажется, даже еду не выставляла, вот, то есть, вот, что я ел, никогда не было. Представляете, сегодня какой у нас тотальный эксклюзив, просто и еда, и истории, и практически в домашнюю атмосферу твою попали. Но дома у тебя как, все в светлых тонах? Сейчас попробуем нарисовать. Нет, наоборот. Все в темных? У меня черная кухня. Черная кухня? Да, я, конечно, на свой гол. На самом деле, у меня черная кухня, белые диваны, то есть, у меня все в молочно... Рисуем уже интерьер сейчас. Ну, нет, у меня все в молочно-шоколадно тонах, то есть, черная-белая, паркет темно-коричневый, ну, светлые стены, но спальня темно-коричневая. Сама придумывала дизайн? Да. А веришь во все эти заморочки, что если человек хочет черную кухню, то он неудовлетворен, вот такой вот, нет? Нет. Все, слава богу. Нет, 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 конечно, нет. Я, я, на самом деле, вот, про меня, вот я что в одежде, так, никогда про удобство я не думаю. Мне важен визуал, мне главное, чтобы было красиво. Про практичность я подумала только сейчас. Ну, черная кухня-то ад, не берите. Белые диваны тоже не берите. С маленьким ребенком особенно. Темно-коричневый паркет не берите. Нас ждет ремонт. Светлые стены тоже не берите, потому что, да, у нас собачка Барни, и он пушистый. Я думала, что, ну, на темном паркете не будет видно, оно все видно. Ну, ты молоденькая еще, понятно. Ну, было мало опыта в ремонте. Да, был мой там второй ремонт. Но я все равно рада, я ничего не хочу поменять. Мне нравится все визуально, но вот, да. И еще вот эти окна в пол у нас, и они светят на паркет и отражают все царапки, которые Барни сделал своими когтями на мягком, мягком паркете. Зачем мы размазали вот это? Потому что мы не положим Бурату вот так вот сверху, потому что гостям, обычно и всем членам семьи, неудобно ее раздирать. Так. Поэтому я ее раздрала заранее, чтобы разложить вот так по отдельности. Пока ты это все там раскладываешь, я хочу тебе зачитать цитаты. И ты можешь с ней согласиться, а можешь нет. Хорошо. Спорт не воспитывает характер, а выявляет его. Вы знаете, я такой дипломат, и могу рассуждать очень долго, и могу совсем согласиться, и тема с другим. Но первое. Наверное, нет. Все-таки воспитывает характер, потому что я сама по себе, по натуре, я смотрю на своего брата, я понимаю, что я была такая же в детстве. И я была достаточно, очень закрыта даже, я сказала, я даже боялась улыбнуться. Мне казалось, что я некрасиво улыбаюсь. И Амин Василовна, когда я попала в сборную, ставила меня перед зеркалом и говорит, улыбайся. Я там улыбнусь вот так. Она говорит, нет, стой. И вот так я стояла, наверное, по несколько минут. И она мне показывала и доказывала, что моя улыбка красивая. Чтобы я это видела, чтобы я не стеснялась. Поэтому спорт из меня вытянул множество, сформировал меня, такую, какая я есть. Спасибо. Единственный способ сохранить здоровье, это есть то, чего не хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. Марк Твен. Единственный способ сохранить здоровье. Согласна? Ну, это люди, жившие в другой эпохе, конечно. Мне кажется, сейчас можно правильно здорово есть. Вкусно. Да. Заниматься лёгкой зарядкой и потом чувствовать себя классно. Ты занимаешься зарядкой? Периодически, да. Периодически. Но я больше не зарядка, а именно прям хожу в зал. ЛФК. Прям в зал, да, там все дела. Плаваю много. Вот, поэтому прости, Марк. Да, извини. Уже. Твоё время ушло. Пришло время. Говорите мамун и её цитатам. Итак, не бойся соревноваться с теми, кто сильнее. Непобедимых не существует. Икер Касильяс. То, что не нужно бояться соревноваться с тем, кто сильнее, это правда. Лучше быть слабее среди сильных, чем самым сильным среди. Чтобы было за кем тянуться. Если ты не готов трудиться, значит, ты готов проиграть. Верно. Дома, конечно, хорошо, но на тренировке лучше. Нет, простите. Окей, ну я думаю, что... Но на тренировке дома, конечно, лучше быть лучше. Да, я думаю, что сейчас просто я это зачитаю, и с этим все согласятся. Алкоголь, развлечения бедных, наркотики слабых, спорт для сильных. Это правда. Точка. 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 Ну что, пробуем? Что мы тут наготовили с тобой? Ещё для чего у нас тут нужны вот кедровые орешки? Потому что это нужно сверху, ещё сверху бальзамически. Всё, как скажешь. Нет, нет, сейчас мы ещё сделаем. А вы устраиваете какие-то вечеринки дома? Я обожаю гостей, да. Мы любим. Сколько может вместить ваша квартира? Раз ты не показываешь её, будем гадать. Ну, на первом дне рождения Лёвы, когда ему был год, у нас было, ну, порядка 15 человек точно, именно взрослых. Дети где-то бегали периодически. Свободная посадка, да? Свободная, да. Но кто как, кто на диване, кто за столом, кто на головах. Могу? Да. Могу вот так, да? Да. Посыпаем всё. У нас сегодня такой олимпийский салат получился, значит, кедровыми орешками. Кстати, знаешь, очень вкусненько это всё выглядит. Я надеюсь, что будет очень питательно, интересно. Ну, утка, да, она достаточно сытная, поэтому никакого гарнира мы не готовим, кроме как салата, потому что она, иначе будет очень тяжело. Давай немножко о будущем. Вот так вот в него, да, прыгнем. Ты через 10 лет, вот, в идеальной картине твоего мира. Я надеюсь, что так же мы будем готовить вместе. Да, что так же будут все рядом мои близкие. То есть вот такая солнечная, тёплая картинка. То есть я настолько счастлива, как всё происходит. В настоящем, да? Да. Я никуда не тороплюсь. Это важно. Жить здесь и сейчас. Но всё-таки по профессии. Кем хотела бы быть? Ух, сложно сказать. Агентство может какое-то возглавить. Нет, я не хотела бы так же опять привязываться. Я хотела бы продолжать работать олимпийской чемпионкой. А может быть, актриса? Ты очень красива. Спасибо. Но, мне кажется... Запеть? Ох, нет. Может быть. Я всю жизнь сказала не просто, что Анжели Анжели моя любимая актриса. Я восхищалась не только её актёрской карьерой, а именно её работой в рамках ООН, в рамках посла. И мне это очень-очень близко. И я вот надеюсь, что у меня получится. Я наполовину бенгалка. Мы в прошлом году с мужем приехали на мою вторую родину спустя 15 лет. Я там не была. У них нет ни одних призёров Олимпийских игр, естественно, и Олимпийских чемпионов. И они считают мою медаль своей. И я у них там почти что звезда. И художественной гимнастики там нет. Бенгальская тигрица, да? Да. И в целом... И хочешь там основать что-то, да? Может быть, основать. Может быть, сделать какие-то такие же миссии. Может быть, как-то помогать людям не только через спорт, да, а в целом социально. Потому что это одна из самых бедных стран в мире. Бедность, конечно, там большущие контрасты. Там босиком детишки бегают, да, там ездят большущие красивые машины. В общем, мне хотелось бы как-то помочь именно в социальном плане. Надеюсь, получится. В прошлом году мы сотрудничали с ООН «Женщины». Поэтому, может быть, я бы хотела видеть себя в этой роли. Ура! Ну что же, это прям прозвучало как тост. Как тост. Но спортсмены не пьют, спортсмены едят. Поэтому сейчас мы попробуем... Так, стой, подожди. У нас это должно быть... Все идеально, я помню. Маргарита Мамун, и все должно быть идеально. Я стремлюсь не к этому. Я не хочу быть, конечно, сильно идеальной. Потому что это скучно. Но у меня не получается. Я часто себя ругаю за то, что там Лёва... У Лёвы закончились все шортики. И я их не успела постирать. Или что-то еще. Не ругай себя, это нормально. Мы все мамы, мы все так же. Я как этот шеф. Красиво, красиво. Все красиво. Могу? Да. Так. Так, захватываем бурату, помидор, утку, все вместе. Рукколу, все, чтобы поместилось это в одном. В одном. Да, еще я в нее ем, да? Поехали. Подожди. Да, все захватило. Это очень перспективно. Серьезно? Утка не сгорела все-таки? Нет. Но нет, она должна быть немножечко розыгрышкой. Я вам всем рекомендую, это не так, что мы тут снимаем. Вы знаете, что я говорю всегда правду в плане и своих кулинарных способностей, в кавычках. И оцениваю способности наших гостей. Так вот, сегодня это, сейчас скажут, ну конечно, гимнастки, гимнастки, но это золотая медаль. Спасибо. Аплодисменты. Ура. Послушай, но ты знаешь, еще один стереотип ты разбила, что спортсмены не умеют говорить, что спортсмены стесняются камеры и так далее, что большие спортсмены, понимаешь, зациклены только на спорте и только любят вспоминать о своих победах в прошлом, но не говорят о будущем. Я очень рада. Нужно меняться. Это прямо сейчас. И, конечно, любить себя. Вы все прекрасны, все красивы. Не терзайте себя. Любите себя. И тогда все вокруг будет тоже прекрасно. Я прям обнимаю всех очень-очень крепко. Сейчас нам всем нужны действительно объятия. Мне всех всегда хочется обнимать. У меня мурашечки. Потому что это действительно так. Мне прям хочется, чтобы мы все были добры друг к другу, терпимее, понимали друг друга и всегда могли войти в положение и понять без осуждений. Потому что у каждого свой путь. А я обнимаю тебя. Спасибо тебе большое. Спасибо. Прям это любовь навсегда. Увидимся ровно через когда-то. Пока. Ваша Лиза. Все, мы сделали это. Это было очень красиво и классно. Ты большая молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok